дорогие друзья и гости канала люблю готовить сама меня зовут лидия рада вас приветствовать на нашем канале но что дорогие друзья осень хочется сладенького вкусненького но и сегодня мы для вас испечем творожные пряники пряники получаются вкусные обалденные ароматные ну что начинаем готовить нам понадобится просеянная мука не добавляем маргарин мягкий и муку соединяем с маргарином чтобы не было у нас комочков муку с маргарином я растерла растирайте таким образом чтобы не было комочков добавляем сметану добавляем мягкий творог если вы купили зерновой можно его пробить блендером добавляем одну чайную ложку соды гашеную в уксусе и теперь все вымешиваем в однородное тесто сегодня со мной оператор чему я очень рада можем поговорить обсудить приготовить вкусненько чай попить да дорогая кофе кофе йог на кофе йог сегодня у нас будет вкусненький вот такое у нас тесто получилось ну что сейчас дорогая будем как в детстве вырезать формочкой помнишь и так у нас получилось вот такое количество теста я подготовила противень застелила его фольгой можно бумагой на дно я немножко посыпаю муки ну что начнем примерно где-то раскатываем 1 сантиметр толщиной ну что поехали поехали дорогая ох какие получается звездочки звезды дорогая сегодня я для тебя пику звезды воружных до творожные звезды класс делаем один сантиметр толщиной 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 класс делаем класс делаем класс делаем класс делаем класс делаем класс делаем Ну что, первая партия у нас готова. Ставим в разогретую духовку до 220 градусов. 7-10 минут выпекаем. Горячие творожные пряники посыпаем пудрой. Посмотри, они какие мягкие. Ты говоришь, чем отличаются пряники от печенька? Пряники всегда у нас мягонькие. И хочу заметить, что у нас рецепт теста без сахара. Мы посыпаем сахарной пудрой в самом конце, когда у нас будут готовы прянички. Ну что, ставим их остужать. Вторую партию мы присыпали и пудрой, и еще решили какао. Посыпать. Взяли детский какао Несклик. Можно вообще и тертым шоколадом. По сути, орешками можно посыпать. Ну мы фантазируем, да, дорогая моя? Думаю, наши дети такие прянички уплетут с удовольствием сегодня, с молочком. Дорогие друзья, у нас получились вот такие вкусные, ароматные пряники. Из данного количества продуктов у нас получилось 40 пряников. Ааа, у меня мозг танцует лесгинку, как всегда я это говорю. Ну что, дорогая, будем пробовать? Ты готова? Кофе готов. Угощайся, угощайся. Можно мне хоть такой. А я возьму первую попавшуюся. Ну что, пробуем? Мягенькие. Очень мягенькие. Да, я покажу нашим гостям и нашим друзьям. Видите, какие мягкие, пышненькие. Так что, дорогие друзья, стопроцентный рецепт. Приготовите. Очень вкусно. В наш рецепт мы не добавляем сахара. Посыпаем после выпечки пудрой, сладким какао-порошком. Ну, если вы очень любите сладкое. Можно со сгущёнкой. Можно со сгущёнкой, можно с вареньем, с мёдом можно. Ну, а если вы очень любите сладкое, ну, тогда можно добавить пару ложечек столовых в рецепт сахара. Это на ваше усмотрение. Я не добавляю. Я делаю без сахара. Очень удобно в прикусочку, да? С любимым топпингом. Вкусненько. Вкусненько. Сейчас придут дети со школы. Думаю, с молочком они с удовольствием сидят. С удовольствием, да. Ну, всё, дорогие друзья. Мы поделились с вами с шикарным рецептом. Готовьте, удивляйте, радуйте. Всем хороших выходных предстоящих или будних. Что у нас сегодня? Всем всего хорошего. В общем, всего хорошего. Удачи, успехов. Будьте счастливы. Всем приятного аппетита. И нам, дорогая, с тобой приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Класс. Пряники бомбезные. Вкусно. Очень вкусно. Я облизалась, пока ждала, они испекутся. А теперь я довольна. И я пошла гулять. Ну, это типа пряников или это печеньки? Или как уж так и назовите. Дорогая, это можно назвать и пряники, и печеньки. Кому как удобно. Я, конечно, называю всегда там прянички. Интересно, в чем разница пряники и печеньки? Ну, вообще, у пряников и у печенья разное же тесто. Так, а в чем отличие? Ну, слушай. Пряники, допустим, печенье ты делаешь по рецепту. Ай, ну, вот, допустим, слоеное тесто, да, песочное тесто. А пряники, они же всегда такие мягонькие у нас. Если это мягонькое, значит, это все. Да хрен знает, в чем разница. Отстань ты от меня, мать. Нашла, а что спросить. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»